Дополнительное время Дополнительное время Дополнительное время Дополнительное время Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. 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 любом случае, и заходят обратно в лес. Тинни тем временем уже взял себе шестой левел, но вот теперь уже прокаст у него суровый и подставляться совсем не хочется, да и печка с руки очень болезненная. Чекает тем временем Сёма, что происходит во вражеских лесах, видит... Может быть что-то их застелить получится, мало ли? Скорее всего, экспу. Да, вот он экспу и пытается стелить. Кстати, если бы резолюшн был более грамотным, он бы просто отвел бы крипов подальше и попытался бы, ну, хотя бы какую-то часть XP не отдать. Решил особо не париться, просто зафармить это всё. Побыстрее. Да, побыстрее и пойти дальше. Тем временем в миде у них спокойно... Дабл дэмэдж у хвоста снизу он будет пытаться нападать? Нет, далеко уже ушёл тускар. Да, на Тинни дабл дэмэдж это очень страшно, потому что у него весер он белый, у него просто... Так, а у нас что, куда делся с видит брей? А, он просто что-то пошёл, я понял. Это фокс карты. 270 у нас руки как-то. Да, для такой минуты это чудовищный дэмэдж, поэтому есть и в лэнч. Ну, хочется хвосту, конечно, нападать, хочется убивать, но это тускар. Его так просто не возьмёшь. Бэйн побежал на базу, Бэйн пока занят тем, чтобы делать стаки для резолюшн и как-то ему помогать. Сразу есть телепорт, резолюшн... Ну, резолюшн не особо боится, понимаешь, что его тут в случае чего подсейвят. Да, ну там снизу шли мясы, не очень было удобно забирать, тем более у него на этот раз уже есть аквилка и хп побольше, и армора побольше, и пробивать его чуть посложнее. Зари, сравнивая двух хардлайнеров, у тускара уже шестой, а тем временем паник имеет только четвёртый, но это потому что его опекает два ступорта вражеских, а здесь Бэйн в миде постоянно находится. И в этот раз решили поймать Бэйна, неплохо продамажили, но опять же идёт Nightmare на No1, Nightmare снимается, сразу вешается на себя Грей, всё, Мо выкидывают подальше, очень грамотно Грей, отыгрывает хвост, буквально нужно сделать последнюю тычку, шикаршот связывает пауэршот сверху, есть один килл, второй килл тоже может быть, тост ещё не откатил, хвост, пауэршот, а нет маны на пауэршот. Хвост живёт. И снизу, и снизу ещё нападение. Волрус панч имеется. Это, походу, минус, нужно просто ещё сделать тычку в кодице, буквально последний хит, замёрзет, нет, не замёрзет, но тот уже хвост подтянулся, везде успевает. Тони, хорошая игра. Да, казалось бы, можно было бы сказать, что стянул и мидера, и кэри, но на самом деле, кэри просто перетягивался обратно на свою линию, поэтому хороший фраг получился для хвоста, в размен на опарейшена, но на миде, в свою очередь, опять, получше сыграли вега, выжили максимум из этой ситуации, но он пока что действует соло очень здорово. 4-2 в пользу веге, и небольшое, вроде как, у них преимущество по киллам, но как мы видим по нетворсам, всё очень хорошо в империи. Два кор-героя в топе, причём с таким лёгким напряжением. Да, и Тини, если купится там какой-то быстрый даггер, я не знаю, конечно, вообще через какие айтемы будет играть этот Тини, потому что он не самый стандартный лайн, и вообще не самый стандартный герой, который пикается без спа. Ну, какой бы он ни был, на девятом левеле, жёсткий прокаст с каким-то блинком, он, мне кажется, в абсолютно любой ситуации хорош. Да, согласен. Согласен. Блинк можно брать, учитывая, что постоянно где-то какая-то агрессия, вот та же верочка сейчас 890 хп, дай ей прокаст, и там буквально тычку она погибает. Верочка вяжет, вяжет, вяжет каждый шекл. Скоро что-нибудь да свяжет, свитер какой-нибудь. Ну, разве что свитер, потому что пока толку от этих шекл-шотов не так много, дэмэджа не хватает, чтобы... Да, чуть-чуть каждый раз не хватило, но в любом случае, так, в хорошем тонусе, но он показывает, что находится, не может не радовать. Тебя там что-то просили, по-моему. Меня? А, да, точно. Так, шекл-шот на хвоста, ой-ой-ой, как фокус-файр, неплохо продамаживать, несмотря на то, что фокус-файр всего первого левела был, рус-панч, получается сделать фраг перед смертью, пауэршот попадает на фрики, ноуан, брейнсап, кулдауне, есть финс-грипп, финс-гриппом нужно только цеплять, но походу еще самого его буду цеплять, наэльбромеется, но не успевает, он ничего заюзает, пауэршот финишит жизнь в войнах, а в это время паша просто фармит, просто фармит его никто не трогает, задача суппортов, по сути, выполнена, они полностью зубы. Микера он до сих пор шестого левела не имеет, паша, в отличие от всех остальных, имеет крипов, хотя, слушай, по нетворсу хвост ничем не отстает. Смотря на то, что умер, да, но здесь хвост скорее набрал. Да, тут скорее хвост хорошо отыгрывает, очень грамотно себя находит по игре, нежели... Там как-то Паша где-то что-то не дефармил, Паша все фармит, и Паша принимается за нос Таура. Тауэр, Тауэр, неужели залаз хитить дадут? Да, дали залаз хитить на соло нападение, Лагуну Блэйд у него имеется, буквально откинет у Лагуну Блэйд, получает фраг, а если еще и выжить, нет, соло тоже погибает. Один в один. Один в один, но размен-то очень хороший, и... Да, Лансер уходит у нас до Бильдангера, здесь также оказался хвост, да, не успокаивается. Спиритбрейкеру все хуже и хуже, он до сих пор не поднял шестой, и при этом упал Тауэр, который залаз хитил Лансер. Все мы знаем, что этот товарищ в лейте очень-очень опасная машина, можно конечно с ним бороться, но те же свои там две тысячи голды ближайшие, которые будут у хвоста, он скорее всего потратит на даггер. Это будет не самый такой перспективный керри, Паша встрял, Эвелэйнч, тот, и получается сделать хил Брэйнсап, Брэйнсап, кстати, еще имеется в наличии, Брэйнсап он не завязывал, шейка шелк не связывает, но Уан идет дальше, разгон на соло, соло, Брэйнсап минус соло, Фаник дерется, 17% срабатывает, юзает ультимейт, но Уан отпускать не хотят, и Эвелэйнчем закрепляет начатое, хорошо. Какая же классная атака удается сейчас, Team Empire наверху, они забирают сразу двух коров жирнющего саппорта, второй там, ну по сути да, самый жирный. 1500 голды, и выбили из противника практически 700, очень хороший мув. Вполне не имперцев, прям... Причем опять же, эта вот разница между корами сейчас будет. Да, это очень важно. Убив там каких-то суппортов, было бы не так круто, но убивая коров своими корами. В этот момент еще и ловят мага, маг неплохо закрывает себя, смотрим, сможет ли он уйти. Да, выбирает хорошую... Хорошую выбирают траекторию. На тайне, тем более, с даггером буквально. Беги ты немножечко не там, а вот он, тосовый лэйнч, очень больно. Ice Blast летит очень четкий, но Ice Blast не долетает, потому что есть брэйнсап. Как они настоящего находят? Он просто тоснул в этой толпе настоящего и потом тоже. Ну, потом, возможно, было палящее, но... Ну, как-то да, понятно было, что бежит. Но вообще, желательно какую-нибудь еще урну купить и подсвечивать этой урной. Это вообще какая-то суперкрутая штука. Да, тут, ну, с чем-то, в общем, подсвечивать. Я тут как раз недавно, по-моему, это как раз таки было в Вильнюсе, где там лансер показывал чудесные микро и отмикривал одну иллюзию, а за ней там все побежали. Оказалось, что... Ну, Алоха, как всегда, короче, он... Но он нашел, да. Нашел данный соперника. Это очень даже неплохо, по сути, получается. Даззл подхилился. Кстати, Даззла могут убить. СФ буквально... Эболэй! Что? Он хорошо, здесь вырвается хвост. Грэй за себя успевает повесить Сёма. Сёма тоже приговорен. Шейклшот связывает. Что вытворяет Вега? Неужели спасут своего суппорта? Достойт ли оно того? Ведь собой рискует буквально сейчас Ноуан. Разгоны имеются на него. Тос. Фракт. Ноуан. Подсвечен. Шейклшот. Шейклшот не связывайте. Связывает Шейклшот хвоста. Но это не спасает. В любом случае. И в итоге сейвят Даззла. Сами теряют. Разгон. Переагривается на Пашу. Паша тоже под фокусом. Паша погибает. Хвоста получается забрать в ответ. У нас тут просто какая-то кровавая баня разворачивается. Соло. Нет Лагуна Блэйда. Нет Лагуна Блэйда. И бежать это смысла тоже не имеет. Да. Эпический конвейер устроили в очередной раз. Удаётся забрать Тинни. Но какой ценой? Опять Алох нашёл. Ну и причём на этот раз он нашёл слишком круто как-то. Надо было драпать оттуда. Почему они не отошли? Ну. Ну они пытались. Не убили одного героя. Было понятно, что там может быть какое-то нападение. И так хорошо встали под Тинни. Эх. Да. От этого каменного парня с блинком убежать не так-то просто. У него 1200 голды. Можно уже потихоньку в аганим выходить. Тем временем у нас Фаник начинает уже... Ой-ой-ой. Как грамотно прочёл соло траекторию бега Фаника. Очень жёстко его продамажил. Но сам в итоге погибает. Паша под армором пытается свалить Найтмар на Иллюдию. Резолюшн взял на себя Найтмар любезно. Теперь Бэйн на себя любезно. При том, что он его может снять. Это что-то связывает. Как же порвало он. Самое время рассказать о Луке от чудесной кнопки. Но мне кажется немножко замикрился. Потому что там все снимали друг с друга сон. И он просто... Но он главную задачу выполнил. Он спас эсэфа. Да, отдался сам. Но главное, чтобы шадов финт жил. И мы видим, что века поднимаются чуть-чуть. Ну вот эта игра уже у нас более жаркая. Если в прошлой игре у нас было очень-очень такое аккуратное начало. Пассивненькая дотка. Тут уже, конечно, поинтереснее наблюдать. Плайн бустер появился у хвоста. Понятно, что будет аганим. СФ пока на себя байтит. Этот паблик айтом Shadow Blade, который весь мажор был... Наверное, мажорный айтем, я даже сказал. Ой-ой-ой, как врывается Тини в троих. Залетает прокаст Operation. Но все в Snowball. И все-таки Lancer попадает под действие дебапа. Забирают Operation. Двоих по итогу минуснули. Паша улетает на телепорте. Чуть-чуть не хватило его, чтобы зацепить. Вижена буквально не было. Паша грамотно сыграл. И за счет этого ретировался. Но ситуация все хуже и хуже становится для веки. Имперцы, напомним, лидируют в одну карту. Если выигрывают эту карту, то они проходят дальше. Ну, посмотри, на End Wars SF уже 9300. В то время как у VR-ки... Хороший отрыв. Сейчас еще упадет вышка, еще будет больше. Учитывая, что ничего абсолютно вега сейчас не разменивают. Они просто сидят в таверне. Да, и вот такая VR-ка... Кстати, против VR-ки VR-ки научились играть. Против нее ставишь какую-то даблу. Она не покупает себе быстро гоним даггер. И она превращается в какого-то непонятного куска. Который может, конечно, связать шейкл-шотом. А демаджа-то она не раздает толкового. Пауэршоты слишком мало урона. Это не тот урон, который нужен. Немножко жадный герой, да. Ничего не скажешь. Ей надо именно быстрый агоним даггер. Иначе беда. SF-чик агрится на лансера. Но тут Бейн пытался подцепить. Бейн пошел до конца. Залетает. Алоха Nightmare, да. Получает Laguna Blade. Неужели Алоха отсюда уйдет? Алоха уходит. Ну, Бейн очень быстрый, да. И он действительно уходит. Laguna потрачена. Куртка магической защиты защитила Бейна. Ну, много хп. 960 хп. Учитывая, что у него только 0 палисмана статы. Да, это он еще брынь сапп не дал. Так бы еще восстановился неплохо. Толстый саппорт. Тем временем Фаник. Нападение на мага. 12% работают неплохо. Ультимейта, правда, нет. И мага не забрать. И здесь уже у нас Алоха, который переместился к ней линии. Восстанавливает себе хп транквил ботинками. А ему приятненько очень с этими айтенами. На миде. Shadow Fiend, Shadow Blade. Очень напряженная сейчас игра. Нужно везде ставить центрики. Иначе будет как... Матч ОГ. С кем они играли тогда? С... Минесками, по-моему. Там где просто Miracle всех ходил. Shadow Blade. Shadow Blade. Да, взрывал ультимейт там по нескольку раз. Одного, двух героев. Ну, такая... Хороший выбор здесь, в принципе. Можно плюс пассивку какую-нибудь отключать. Если соберет Silver Age. Ну, нет, он собрал Сенжин Яшу. Скорее просто для мобильности. Для того, чтобы... Ну, конечно, да. А с этим Shadow Blade очень много всего ты делаешь. Ты... У тебя, я так, спит. У тебя ДПС очень неплохо возрастает с этим айтемом. Он стоит недорого. И за счет этого айтема ты сильно напрягаешь своего противника. Ему постоянно нужно там, даст из центри таскать. Учитывать этот шмот. При этом ты еще можешь неожиданно нападать. Если ты его покупаешь, да, там... Оппонент твой еще не знает про эту вещь. И ты уже можешь его реализовать. Это шмоточка, на самом деле, очень даже неплохая для Shadow Film, да? Учитывая, что играют очень агрессивные имперцы, то тем более... Ну и вот мы видим, что у Дазл Аркан ботинки, всякие ворды там, стики. И он... Ну, ему тяжело будет. А Парейшн у него такой же Нетворс, но он сейчас купит мидасик себе. Это хороший задел на будущее. Учитывая, что Эмпайр доминирует, и у них хороший лейт. Такая злась такой прям, на самом деле, грамотная залетел. Понимали примерно, где могут находиться вега, если они дефят, но в итоге... Веги там не было, значит, они не дефят, значит, можно свободно забирать тавор. Да, вот не очень простая ситуация, это у веги. Я бы сказал, даже очень непростая. Их прямо так прижали крепко. Пэйла надо фармить, все свое время уделять фарму, и как только где-то он видит зачатки агрессии, ему нужно моментально игнорировать, уходить с телепорта и продолжать фармить, иначе тут беда. Сини уже выходит как бы в аганим, ему осталось буквально 500 голды, дальше ему буквально нужно будет нафармить себе еще какие-то атак спид айтемы, и все. Пэйла можно будет разваливать. Пэйла нужно хотя бы... Алоха против смока, но... Номер... Номер много, и Алоха должен был сейчас этот момент видеть. Солон. Трошу. Ох, как хорошо зачекали. Башня сил света на нижний. Айтем из глаз долетел, но, скорее всего, не знают о том, что Айс Бласт упал по всем. Чекал. И в итоге Айс Бласт полетел, дал инфу о том, что их на Рошаней нет, казалось бы. А они там были, но под смоками. И в итоге... В итоге бежит пара и видит верху. Кхм... Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Пропинговал. Резолюшн. Пропинговал. Тем временем поймали тут у нас Соло. Соло разорвали на части. И... Рошан почти отвалился. Рошан почти отвалился. Рошан почти отвалился. СФ. Срезает ультимейт. Вкатывается в него или не вкатывается тускат. Все-таки вкатывается Найтмор на Ноуана. Полетел Тос. Грейв мешается. Айс Бласт. Хорошо доджит Паша. Но все равно забирают соло байбэк. Он свернулся обратно. Ноуан тоже отвалился в таверну. Это минус два. И здесь уже лучше не воевать. А Егис Паша забрал. Да. Ну не стоил того этот Рошан. Потому что байбэк и смерть двух героев. И сейчас инициатива. Ну когда ты забираешь Рошана. Ты хочешь чтобы инициатива перешла к тебе. Или хотя бы там как-то вернулась на время. А в итоге инициатива опять у Империи. Они пытаются как-то рисковать. Учитывая что игра у них складывается мягко говоря плохо. Вот какой-то мув, какая-то попытка хамбэкнуть в игру. Но Империя этот момент пересекает. Хоть они Рошана и Егис отдали. Но по итогу остались даже в небольшом плюсе. Ну либо в ровных условиях. Даже в плюсе все-таки. Они еще Тавр забрали. Желадмир появляется у Спиритбрейкера. Все мощнее и мощнее становится этот локомотив от команды Эмпайр. У Спиритбрейкер 1400 хп. 14 армора, да. И сносят одну вышку за другой. Зарабатывают все большее и большее преимущество. САХ уже практически вдвое перефармил Виндрейнджер. В Тине с Аганимом. Да, не говоря о том, что Виндрейнджер в принципе сейчас уже даже с Аганимом своим ничего сделать не сможет. Ей теперь нужно где-то брать какой-то, я не знаю, Кристаллис, БКБ. Потому что без Кристаллиса у него мало ДПСа. Без БКБ она в принципе этот ДПС не реализует. Короче говоря, тяжело, но тяжело. Да, задачка непростая. И у Лансера тоже из боевых артефактов пока что, ну, особо ничего нет. У него такая сборка хорошая для драки, но без диффуза Лансеру никак вообще будет. И вот появляется как раз таки Аганим на Тиннике. А что у нас с Оперейшном? Оперейшн уже, ну, сами видите. Если посмотреть на Нетворса, они были с Дазлом буквально пару минут назад в Ровень. Сейчас он уже практически догнал Бэйна. И обогнал Лину. И опережает Дазла на 2000. Ну да. У нас тут очень побитый хвост. Прям на копейках тэппоинтов. Забирает крипов и улетает на базу. Насколько свободно действует Эмпайр. Они забирают с одной стороны Эншентов на лоу КП, с другой стороны вышку. И они вообще не видят соперника. Что делает Вега, мне кажется, сейчас даже не понимают. Потому что их просто нет на карте. Ну, они формят очень-очень маленькую площадь. То есть, фактически, они все вот формят вот эту вот часть. Башню сил тьмы на нижнем. Имперцы, при том, что Аегис имеется у Веги, Имперцы все равно себя чувствуют раскрепощенно. И они просто не особо агрессируют в плане файтов. Потому что все-таки Аегис имеется у Паэлла. С таким-то преимуществом, да. Страшные графики. Паэллу, естественно, надо доджить все-все-все файты. Сделать хотя бы типуза. И, может быть, там как-нибудь на хайграунде что-то и получится пооткидываться копьями, слейвами, пауэршотами. За счет вот этих вот отспавлящих с пылов, как-то, может быть, и получится дефить. Если сейчас кого-то получится забрать, то это может стать концом Паша. Даже Паша вот не рискует. Дупельгангер, при том, что у него первого левела. Он там не маленький. Он его все равно юзает. И расходится по линиям. Сверху у нас остается пауза. Большая пауза. Но мы эту паузу можем использовать для того, чтобы посмотреть айтемы. Значит, Саша Яша и Shadow Blade тут у нас имеется. Тут Даггер, Плэтмейл. Будет в Кирасу выходить. Ну, здесь, конечно же, будет попытка выйти в Аганим. Разгон. Да, разгон идет. Нужно уже тпшится. А он, судя по всему, уже не затпшится. Это, конечно, основа для мага. Он просто сломал ногу и потом добил. В соло, да, добил спокойно мага. Маг там, конечно, успел себе купить блинг. Но не знаю, насколько это вообще оправдано. Хотя мог просто уйти на тп. Там явно не стоило. На Рошане, как всегда, у нас валяются шмотки. Топоры какие-то. Бумажки. Насорили. Насорили здесь команды. Там в панике, видимо, забирали Аегис. Ну и по-прежнему имперцы, контролируя ход игры, свободно перемещаются, выгоняют соперника то с одной, то с другой точки карты. Немножко тяжеловато все-таки на 25-й минуте пушать хайграунд, учитывая, что здесь есть Лина и Верка, которые могут отспамиться. Но достаточно сопернику просто не давать выхода с базы. Вот сейчас, например. Вега вышли в пятером, дошли до вышки, фармил один герой при этом. Ну или даже если фармили в пятером, то фармили мало. Лансер, Доппель, Гангер. Но, увы и ах, настоящего... Но настоящего не поймали, зато поймали Сему, разорвали. Да, и Пашу в итоге тоже поймали. Паша минус... Ой, какой класс! По всем залетает оставшимся. Фаник пытается убежать. Он говорит... Он говорит, никуда ты не убежишь. Сорян, дружище. И гуд геймблплей. Все-таки сдается Вега, не закончив даже файт. 22-12. Очень уверенная игра во второй карте от Империи. Агрессии было более чем достаточно. И игру довели до логичности. Знаешь, игра закончилась так быстро, что я даже не успел поблагодарить Лутбокс, сайт, который предоставляет... является партнером... Партнером... Партнерами организаторов Лиги. И предоставили ценные призы, которые здесь вручаются зрителям. Огромное им спасибо. Мне ничего не предоставили, поэтому я пойду тоже обождить тебя. Потому что ты не зритель, ты комментатор. Я еще должен спуститься найти одного парня, который тут с очень интересным плакатом ходил. Если ты меня слышишь, дружище... Да. Я бы на твоем месте уже на самом деле... очень сильно испугался. На моем месте? Нет. На твоем месте. Так, ну что, по игре если что-то сказать, то фактически вот в этой карте, как вот было в предыдущей карте. В предыдущей карте было все очень ровненько. они проиграли, откровенно говоря, из-за какого-то глупого фейла. Ну, может быть, они бы и так проиграли, я не спорю. Но фейл реально поставил жирную точку. В этой же игре Team Empire реально показали, что вот сегодня, в этот момент они реально сильнее и они реально могут. Вот как это было даже во встрече клеверов с MVP, да? MVP первую карту слили, потому что у них был пик никакущий, а вторую карту слили, потому что, ну, слабее они. Потому что они были никакущие по сравнению с клеверами.